В конкурсе на создание научного центра мирового уровня участвовали 60 вузов со всей России. Для его появления создан консорцию. Кроме КФУ в него вошли Уфимский ГНТУ, Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина и Сколковский институт науки и технологий. Важно, что Казанский федеральный университет стал в консорциуме головным. В рамках национального проекта наука запланировано создание нескольких типов научных центров мирового уровня. Во-первых, это математические центры, геномные центры и центры по семи научным направлениям, которые вошли в стратегию научно-технологического развития Российской Федерации на ближайшие годы. Одно из направлений связано с энергетикой, с углеводородами, с созданием новых материалов на этой основе. Определяющими критериями конкурсного отбора стали наличие опыта проведения исследований по направлениям деятельности центра, программы научных исследований, кадровый потенциал, а также научная инфраструктура. Кроме того, учитывались инновационная база, интегрированность университета в международную научную деятельность, количество публикаций, их актуальность и перспективы их дальнейшего использования. Меньше чем за 10 лет мы стали лидерами в нашей стране в этом направлении. Это очень приятно, почетно и, что очень важно, это открывает новые возможности, в том числе и финансовые, новые механизмы для привлечения в этот консорциум других коллег из других университетов, научных центров, не только из России, но и мира. Проректор отметил основные задачи, которые стоят перед участвующими в создании центра вузами. Создание инновационных и эффективных методов поиска, разведка нефти и газа на территории Сибири, в том числе с использованием сквозных технологий, с помощью искусственного интеллекта, обработки больших данных, а также разработка месторождений нефти и газа. Не менее важным является и социальный аспект – привлечение и воспитание талантливой молодежи из России и из-за рубежа. Камиль Гемоздинов, Диана Жилинкова, Фарид Захитуглы, Универньюз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова